Вначале попиарюсь немножко не с целью демонстрации, что я такой умный, а просто показать, что все то, что я буду говорить, это основано на огромном жизненном опыте и на интеллектуальной работе. Ну, во-первых, первое образование у меня техническое, я кандидат технических наук, доцент, я по кафедре международной информации, 25 лет там с лишним работа в журналистике, 9 лет работы в институте журналистики, у меня очень много журналистов действующих, в том числе и в Киеве, и на СТВ, и в Запорожье, очень много. Четыре книги по истории взаимоотношений России и Украины, самые разобразные, там и аграрные отношения, и церковь, и Северная война, и довольно много. Диссертации, ну, своя, и три диссертации на заказ, научная джинса, это аграрная экономика, это философская антропология и докторская по юрисдикции. То есть я пришел в медиаобразование подготовленном, и вот теперь мы вот здесь, несколько человек, кто начинал это дело в 2011 году, человек 5-6 здесь всего, вот я теперь вкратце отчет о своей работе за 6 лет. Ну, мы перепробовали в Запорожской области, наверное, все технологии, все методы медиаобразования. И все-таки я начну с философии. В конечном счете, ну, какая цель получения знаний, в том числе и в сфере медиаобразования? Конечная цель, а поверьте мне, я езжу на разные конференции по информатике, сейчас вот новое направление STEM-образование, я езжу там на другие, везде одни и те же слова, треба, развиватые критичные мысли, мне все этим озабочены, и все ищут как. Но я хочу сказать все-таки с точки зрения философии, конечная цель всего этого, всех этих действий – это формирование субъективной реальности. Она отлична от объективной реальности, если она вообще существует. Но субъективная реальность, или иными словами, образ мира, у каждого свой. Возникает вопрос, кто формирует эту субъективную реальность или образ мира? Здесь есть два ответа на этот вопрос. Ответ первый – человек сам формирует образ мира, субъективную реальность. При следующих условиях, вот здесь замечательные были вот эти ключевые слова, интеллект, чувство собственного достоинства, здесь были, это ключевые слова. Если человек обладает чувством собственного достоинства, то он будет сам строить себе образ мира. Вот чувство собственного достоинства – это первая составляющая на пути формирования субъективной реальности. Вторая составляющая – а кто же несет ответственность за этот образ мира? Вы все говорите, что мы должны научить. Нет, человек сам несет ответственность за свой образ мира. Ну, конечно, с определенного момента, я не говорю о детском садике, там совершенно иная ситуация, но и с того времени нужно ребенку внушать мысль, что ты сам это делаешь. И вы все отмечали, какая у детей радость, когда они сами что-то делают. Им не навязывают, а они сами что-то делают. У них пробуждается этот момент психологическое чувство. «Я могу» – это чувство собственного достоинства, это основная составляющая. Но, итак, чувство собственного достоинства, и второе – это ответственность за тот образ мира, который ты создал сам для себя. Второй путь – ты не создаешь себе образ мира и не создаешь субъективную реальность. Кто его создает? А мы не знаем кто – архаика, другие. Если ты себя не уважаешь, то ты объект для манипуляции. Ребенку нужно с детства внушить – ты кто? Это саморефлекс, это самая идентичность. Ты кто? Ты объект для манипуляций? Или ты личность, обладающая собственной субъективной реальностью? Это важнейший главный вопрос с точки зрения философии. Но сейчас я немножечко напугаю вот чем. Мы просто… Раз я сказал чувство ответственности, то я лично ощущаю ответственность за то, что я вижу, что это просто ещё не сознаётся. Мы вспомним, что 20 лет назад мобильников ни у кого не было. Сейчас мы на улицу без мобильника не выйдем. А вот через 20-25 лет, по утверждениям философов, абсолютно всех экспертов, наступит так называемая точка технологической сингулярности, когда информационные технологии не только информационные, когда произойдёт так называемая N-Big революция нанотехнологий, биотехнологий, искусственный интеллект и когнитивные технологии обрушатся на человечество. Это так неожиданно и так быстро, что возникает уже сейчас вопрос. А в это время будут дети жить вот наши, кто сейчас учатся в начальной школе. И эта главная мысль должна быть у всех. Я скажу, может быть, неприятную вещь, но не нужно учить детей разоблачать фейки. Их миллион. Нужно заниматься формированием субъективной реальности образа мира с помощью чего? С помощью медиа, информационных технологий. И тогда, если у него есть инструмент, он себя уважает, он сам себе создаёт образ мира. И учитывая, это у меня в концепции заложено, первое, чувство собственной ответственности, то есть достоинство. Второе, принцип ответственности. Третий, принцип творчества. Вы все говорили здесь, и это самое главное. Чем человек будет отличаться от робота? Ну, во всяком случае, в середине века. Творчеством. Поэтому все силы медиаобразования нужно направить, и не только в медиаобразовании, на творчество. Я очень боюсь, что в середине века роботы начнут определять, человеку достоин жить он или нет. Это тоже не исключено в сфере информационных технологий и когнитивных технологий. Это страшно, опасно. Сейчас это все обсуждают. Сейчас это ведущие умы мира обсуждают. Что будет в середине 21 века, когда наступит закат человечества, и возникает уже и сейчас вопрос о пост-человеке. Итак, речь идет о самом главном. Воспитании творчества, а точнее говоря, интеллекта. Интеллект из чего состоит? Компетентность, активность, инициатива, творчество, саморегуляция, рефлексивность, метакогниция и уникальность. Вот это составляющие интеллекта. И самая главная задача, неважно, что это будет стем-образование или медиа-образование, воспитание интеллекта. Это воспитание, в первую очередь, интеллектуальной компетентности, я назвал составляющей. А теперь самое главное, каким образом? Ведь из теории систем известно, что работают те системы, где созданы операторы, которые воспроизводят эту систему. Что это за операторы? И вы все именно это и ищите. Кто в виде клуба? Кто в виде ещё каких-то структур? Вы ищите эти операторы, чтобы они работали и воспроизводили вашу идею. Вот в Запорожской области на основе множества всяких... Ну, достаточно сказать, что у нас была и творческая группа. У меня был дистанционный козырь, где прошли обучение, издали экзамены сотни учителей, уже сотни. Но у нас основными остались два. Первый – это медиафестиваль. Он идёт у нас уже шесть лет, в котором приняли участие сотни школ. И вот таких мультиков, разработок, там, статьей, видео, анимации – множество. Буквально сотни, если уже не тысячи. Правда, за последний год я объединил два направления – медиаобразование и самообразование, потому что они очень близкие в этом отношении. Сейчас у нас идёт, уже будет сейчас в мае второй уже медиафестиваль «Наука дорогого вказа» в Майбукне. Вот это оператор первый. И второй, ну я уже не знаю, как доказывать и убеждать, что в каждой школе должен быть создан школьный медиахолдинг. Медиахолдинг в школе – это что такое? Это сайт, это газеты, это анимационная студия, это фотостудия, это киноклуб обязательно. Это должен быть пул, школьный медиахолдинг, как система школьного самоуправления. Это хороший оператор, и в рамках этого оператора, ради бога, учите там и анализу фейков, и чему угодно. Но самое главное, чтобы там дети работали творчески, чтобы они, это я, это мы сделали, это мы нашли. Там великая идея заложена, имеющая отношение к названию нашей секции. Поскольку, если дети будут описывать то, что и будут решать задачи на своём уровне, вот это и есть гражданственность, тогда они поймут, что задачи можно решать не на Майданах, а вот здесь. И последний пункт в концепте – толерантность, умение понять другого. Вот если в рамках вот таких операторов, в медиафестивале, где развивается творчество и работа в группе, в команде, и школьный медиахолдинг, где охваченные все, где ребёнок может себя попробовать в любых видах деятельности, и более того, он решает задачи своей школы, а в сёлах, у нас это уже в Запорожской области есть, они выпускают газету для всего села. И они всё видят, замечают, и они решают задачи, и они понимают, что они могут влиять на процесс. Это самое главное, если мы этого не сделаем, тогда будут задачи лежать на Майданах, а мы будем сидеть и разоградствовать, мы этим не управляем. Мы управляем этим, но давайте это управлять вот самого, вот создавая вот такие операторы. Всё, спасибо. Продолжение следует...